Воскресенье Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Он чистает, снимает днем во всех концах земли, во всех концах земли, во всех, во всех концах земли. И ее словили благодаря, чтоб все могли бы знать, как Бог велик и справедлив, как нас он возлюбил, как нас он возлюбил, как нас, как нас он возлюбил. ПЕСНЯ 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 И хорошо, когда кто-то радуется на свадьбе, мы радуемся счастью молодых. Мы рядом, мы, может быть, смотрим со стороны. Как вам кажется, на свадьбе кто самый счастливый? Алла, кто самый счастливый на свадьбе, Алла? Жених с невестой, ты уверена? Уверена, да? Действительно, участники, в самом центре этого события находятся эти люди. Но Бог благословил нас величайшей честью быть не просто зрителями этого праздника, а быть участниками, и не просто участниками, а причастниками божеского естества. То есть Он настолько высоко поднял людей. И знаете, это событие две тысячи лет назад. От него сегодня Вифлеем даже не в руках евреев. Там живут сегодня мусульмане в Вифлееме. Израиль практически поделен там почти на двое. Остались какие-то следы. И в памяти людей осталось что-то. Но праздник ценен не только исторической памятью, не только то, что в наших календарях написано 2013 год. От Рождества Христова. Это хорошо. Не только что по-русски написано в календарях Рождество. Это тоже хорошо. Но самое главное то, что это проходит через наши судьбы. Что это начало нашего с вами восхождения в небеса. Он спустился с небес, чтобы вознести нас, чтобы поднять нас, чтобы позвать нас за собой. Слава Господу! Мы радуемся этому. Это интересно, что первые, наверное, вчера звучало это слово, что первые люди, которые услышали эту весть, были пастухи. И вот что с ними произошло? Они пришли и увидели. И увидели, возрадовались. Они сказали об этом Марии и Иосифу. Вот у нас было такое знамение. Они рассказали все, что с ними было. И все. Неужели в их памяти просто это осталось? Да, у нас было это событие. Да, вот это хорошо. Вот это было очень интересно. Но я думаю, что когда Бог что-то делает, что-то открывает, это изменяет людей. И я думаю, что судьба их связалась с судьбой Иисуса не случайно, чтобы быть продолженной. Встреча с Иисусом, она всегда оказывает радикальное влияние на людей и ставит людей перед выбором. И те, кто обращаются к Нему, те, кто принимают Его, они меняются обязательно. И те, кто отвергает Его, то они тоже меняются. И мы знаем в этой истории, история о Рождестве, вообще она настолько яркая, настолько много действий, много героев в этой истории. И звезда, и волхвы, и пастухи, и ангелы, и Иерусалим, и Ирод. Очень много этих движений. И все вдруг приходит в движение. И по-разному реакция. И если волхвам хватило, просто на небе расположение звезд. Маленький знак, маленький сигнал, который они получили от Бога. И это заставило их оставить свои дела, важные дела. Очевидно, эта история в предании говорит, что это были большие люди, возможно, даже цари Востока. Они шли долго навстречу. Неужели у них дел более важных не было? Но они понимали, что в этом что-то есть особенное. Прийти поклониться царю иудейскому, они понимали, что это не просто местный царь иудейский. Маленькая-маленькая провинция иудеи. Нет. Это что-то в их судьбе изменяется. В их судьбе для них это будет событием их жизни. Встреча с удивительным человеком, маленьким младенцем, посланным от Бога. И это изменило их. И вместе с тем, Ирод и Иерусалим, они тоже услышали эту весть. И Ирод еще жестче стал. Он дополнил меру своих, завершил меру своих беззаконий настолько страшным актом, где-то убийство. Историки говорят, что несколько тысяч младенцев было убито тогда, от двух лет и ниже. Это, то есть, встреча с Иисусом, она меняет людей. И кто хочет исти с Ним, он становится лучше. Кто отворачивается от Него, он становится жестче, ожесточеннее и уходит дальше. Пророк Исаия, седьмая глава, десятый стих. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамения у Господа Бога твоего, проси, или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Правда же, хорошее выражение, когда мы говорим, «Я не буду искушать Господа». Это, в принципе, это цитата из Ветхого Завета «Не искушай Господа Бога твоего». Это повеление для человека. Иисус говорил эти слова. Написано, «Не искушай Господа Бога твоего». Но в данном случае, знаете, это благочестивое оправдание, отговорка. Этого отговорка нечестивого царя. Нечестивый царь взял в уста благочестивую отговорку. «Не надо, не надо мне знамений, не надо, я Бога не буду искушать». Почему? Почему этот царь не захотел от Бога получить знамение? Потому что он уже принял решение. Этот царь, против него шли два северных царства. Сирийское царство и Израильское царство. Очень сильные цари. Они уже однажды, может быть, не однажды, они уже громили иудею, забрали в плен там 200 тысяч, убили 150 тысяч или 120 тысяч убили, жестоко убили. Он знал, что это очень сильные цари. И опять идут против иудеи эти два царя. И пророк Исаия говорит, не бойся этих царей. Теперь они тебе ничего не сделают. Бог будет защитой. Но страх сковал сердце Ахаза и он нашел способ защититься. Он собирает делать нищим Израиля. Он собирает золото, что только можно найти и посылает к царю Ассирийскому, чтобы он защитил их. Исаия говорит, у тебя Бог есть защитник. Ахаз говорит, нет, 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 Бог это хорошо, но царь Ассирийский лучше. Он сильный, он царь Востока, ему покоряются все другие народы, и он меня защитит. И поэтому он предлагает Исаия и говорит, не надо искушать Господа, не буду искушать. Бог говорит, попробуй, давай, хочешь убедиться, что это будет верно, действуй. В истории Израиля много раз люди хотели от Бога получить знаки. Иногда это хорошо, иногда это плохо, иногда это действительно искушение, а иногда это был честный разговор с Богом, когда человек честно задает Богу вопросы, действительно ли ты пойдешь со мной? Помните историю с Гедеоном? Да, я бедный, я самый слабый, мое племя, самое малочисленное в Израиле, я не могу, какая у меня сила, у меня ничего нету, ты пойдешь со мной, Господи? И он задает Богу этот вопрос, и Бог ему три раза отвечает, помните историю с шерстью, с росой, и Бог, если роса, везде роса, на шерсти нет, и наоборот, три раза он задает этот Богу вопрос, и Бог ему отвечает, посылает ему знамение, я с тобой, ты будешь победителем, потому что я пойду с тобой, задавай Богу вопросы, честно, Бог отвечает на честные вопросы, к Иисусу приходили тоже люди и тоже просили знамения, и они говорят покажи знамения, а Иисус говорит этому роду лукавому и прелюбодейному не будет знамений, на лукавые просьбы, когда человек искушает Бога, зная заранее ответ, когда человек искушает, а может все-таки может быть все-таки Бог хочет, чтобы я вот немножко согрешил, может быть Бог хочет, чтобы, может изменить для меня свое Писание, может быть каким-то образом он повернет свою Конституцию и изменит ее. Человек лукавый, на эти лукавые просьбы человека о знамении Бог не дает ответа. Иисус говорит, не дастся роду сему прелюбодейному и грешному знамению. Но когда человек искренне, он не знает сюда идти или сюда идти, воля Божия это или не воля Божия. Когда он искренне хочет убедиться, Бог всегда человеку хочет убедить, утвердить, укрепить его. Он буквально говорит, испытайте меня, попробуйте. Вот я говорю вам, давайте десятины в книге пророка Малахи, испытайте меня, попробуйте, увидите знамения в своей жизни, там где вы сеяли, думали получить один урожай, у вас не получалось ничего, а теперь отдайте десятину и снова посейте, и вы увидите, как поля ваши начнут плодоносить, как у вас все изменится. Это знамения, которые люди могли просить у Бога, и Бог говорит, я благословлю вас, ваши житницы наполнятся до избытка, мы можем просить эти знамения у Господа. И вот так Бог дает Ахазу, Ахаз, значит, ты стоишь на перекрестке, тебя действительно угрожает огромная опасность, но я с тобою, ты не уверен, что победа будет, попроси знамения, на небе, пожалуйста, на небе будут тебе знамения, на земле или в глубине будет какое-то, не знаю, извержение вулкана, или что там, проси что-то, будет тебе, и тогда Ахаз говорит, не надо. Почему? Потому что он знает, если Бог сказал, он это знамение сделает, и ему нужно будет менять свое решение. Человек со своим решением, приходящим Богу, чтобы получить от него ответ, он никогда не поступает честно, он уходит от него с поражением. Но Бог продолжает. И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. тогда сказал Исайя, слушайте же дом Давида, разве мало вам для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы в очреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил. Слава Господу! Бог захотел всему человечеству, не только Ахазу, не только народу израильскому, он захотел сказать всему человечеству, люди, вот знамение, вот знак моего расположения к вам. Я люблю вас, люди. Самое дорогое, что у меня есть, мой единородный, единственный сын, которого я люблю, я отдаю его вам. Мы не понимаем до конца величия жертвы Бога. Мы не понимаем до конца вселенской масштаба этой жертвы. Творец всех миров, тот, через которого все создано, им и для него создано, он смиряет себя до размеров маленького мальчика и становится младенцем. Для чего? Чтобы быть с нами и чтобы в этом посланнике Бога обитала вся полнота Божества телесно. Это знамение Его любви, это знак того, что мы нужны нашему Господу. Нужны для всех людей, Богу нужны все люди, которые искренне ищут Его. Он дал знамение на все времена. И потом был еще один человек, который не знал Иисуса, но и он говорит, я не знал Его, но я захотел узнать, Иоанн говорит, я хотел узнать о Иисусе, кого я буду представлять, перед кем я иду, кому я готовлю путь. Иоанн говорит, я Его не знал, но пославший меня крестить в воде, он сказал, что на кого увидишь знак, голубь будет спускаться, Дух Святой в виде голубя, он есть крестящий Духом Святым и огнем. И потом еще один знак, который Бог оставил нам. Иисус говорит, когда я буду поднят над землей, я всех привлеку к себе. Это знак Божьей любви. Христос распятый за нас. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья мои, мы празднуем этот праздник, потому что он относится лично к нам. Он относится лично к нам. У нас не сохранилось с тех пор ни фотографий, ни каких-то вещественных свидетельств этого у нас дома, но у нас остается присутствие личного, личное присутствие самого младенца Иисуса, который родился и стал нашим Господом и Спасителем. Пару дней назад я услышал интересное стихотворение, я хочу с вами поделиться. Там интересный взгляд на эту историю. Называется он «Муравьи». Нам муравьи подрыли дом. Он маленький, он старый, но мы проводим лето в нем, для нас он как подарок. Он мог рассыпаться давно, ему лет девяносто, а мы все бережем его, хоть это не так просто. Мы мажем глиной каждый год израненные стены, и домик наш всю зиму ждет своих хозяев верных. Но вот представьте, муравьи в стене расположились, прорыли там хода свои и весело зажили. Трухой посыпалась стена, ее спасать нам нужно, а муравьины из стада свой замок строят дружно. Конечно, мы их победим, мы правы, мы сильнее, мы замуруем глиной их, ведь людям дом нужнее. Но все же жалко стало мне народец муравьины, они не ведали о зле, которое творили. И приказал я им уйти отчетливо и громко. И хоть мой голос был как гром, для них он был не слышен. Вот если мне стать муравьем и подойти к ним ближе, обнять их, как своих родных, и стать для них спасением, и даже жизнь отдать за них, пройдя через мучение. Смотрю, на муравьиный люд и думаю о вечном. Вот так же на земле живут и люди человечки, и так же разрушают дом, прекрасную планету, недальновидностью и злом, кромсая чудо это. И Бог кричал им с высоты, остановитесь люди, не погубите красоты, другой земли не будет. И хоть Творец кричал как гром, для нас он был неслышан, и он решил стать муравьем, чтоб подойти к нам ближе. Пройти тяжелый путь земной от клеточки до трупа, Творец послал свою любовь по нашему маршруту. Она входила в каждый дом и, вытирая ноги, садилась в кухне за столом, уставшая с дороги. Прогоните, она уйдет, но если разрешите, останется и принесет вам все, что вы хотите. Отчеловечившийся Бог пришел на землю жизнью вечной, увеличительным стеклом обожествляя человечков. Отчеловечившийся Бог пришел на землю жизнью вечной, увеличительным стеклом обожествляя человечков. Он пришел ради нас с вами. И слава Богу! Слава Богу! Давайте поблагодарим Его за это. Не украшали Вифлеем огнями в ту ночь, когда родился наш Христос. Он признан был простыми пастухами, в хлеву у Богом спать ему пришлось. Он муж скорбей, изведавшей болезни, он презираем даже до сих пор. Весь мир поет рождественские песни, не дав в душе спасителю простор. В гостиницах закрыты были двери для вечного и славного царя. И ясли были вместо колыбели, мессию принимала так земля. Ну а потом Голговский крест и муки, и крик людской распни его, распни. Сейчас младенца мать берет на руки, страдания же только впереди. Но как волхвы спешили преклониться предвечным жизнедателем Христом, так мы должны сегодня научиться быть Богу благодарными во всем. Не для того родился наш Спаситель, чтоб чтить его всего лишь раз в году. Проверим же сердечную обитель, не мрачно ли ему там, как в хлеву. И если что-то в нас ему мешает, как Господину в сердце нашем жить, пусть он с отцовской властью очищает, чтоб светом ярким мы могли светить. Пусть это Рождество для нас не будет очередным бесплодным в жизни днем. Пусть для труда Господь нас всех пробудет, зажжет наш дух негаснущим огнем, чтоб Дух Святой повел нас по дороге, где, может быть, никто и не ходил, чтоб мы несли благою весть о Боге, о той любви, что Он в Христе явил. Радуйтесь все, Христос рожден. Звездная ночь Христос рожден, ясно в госты был положен, скот в небе воле сходил, скот поступал весь вознестил, праздник все Христос рожден, ясно просты он положен, слезную ночь Христос рожден, ясно просты был положен, ангелский вес в горе сходил, но с пастуком весь вознестил, радуйтесь все, Христос рожден, ясно просты он положен, сход в небе праздник шум в небе мир на земле правоспожж радуйтесь все право граждан ясно просты он положен, слезу нет конец почвот поступал весь воздействитель радуйтесь все праздник ясно просты Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь не напрасно, Он для тебя в этот день был рожден, Вместе с нами вечно будет Он. Приветствую вас, братья и сестры, именем Господа нашего Иисуса Христа. Слава Ему! Мы сегодня празднуем Его пришествие в этот мир, и это действительно праздник, потому что в истории ничего не происходит просто так. Если сегодня что-то произошло, то завтра что-то должно произойти, исходя из того, что было сегодня. И вот я хочу поговорить как раз о том, что когда пришел Иисус Христос в этот мир, очень мало людей радовались Его приходу. Небеса радовались, да. Ангелы славили Господа, да. Пастухи, да. Мария, Иосиф, да. Не так уж много. Понимаете? Но это, это перевернуло весь мир. И брат Славик уже говорил, что и летоисчисление, и все остальное, оно исходит из того факта, что родился Иисус Христос. Но я хочу поговорить о другом. О последующих рождениях. Потому что без этого рождения в Вифлееме не произошло бы последующего рождения в сердце каждого из нас. Вы, наверное, помните слова, где Иисус Христос говорит, должно вам родиться свыше. Не все это поняли. И даже человек, с которым он говорил, он не понял, он задал вопрос, как это может быть. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что сумма знаний об Иисусе Христе, она, наверное, не очень много значит. А главное, чтобы в сердце каждого родился Иисус Христос. Чтобы в сердце каждого Он пришел. И вот когда Он приходит, изменяется в нас все. Вся наша сущность меняется. Вы знаете, пока Иисус не пришел в мое сердце, я не мог читать Библию, потому что она была для меня совсем непонятной книгой. Какой-то такой, что читать никакого желания не было. Но когда пришел Иисус Христос, что-то произошло. Что-то произошло. И вот эта сумма знаний, сумма тех знаний, которые записаны в Писании, она начала оживать в моем сердце. И я думаю, что в вашем сердце. Если бы этого не было, разве могли бы мы радоваться этому дню, когда Иисус пришел в этот мир? Если бы не родился Он в нашем сердце, разве могли бы мы быть здесь? Так получается. Что то малое, которое пришло в этот мир и было замечено таким малым количеством людей, оно изменило весь мир и в том числе нас. Только нам нужно очень хорошо посмотреть, а действительно ли родился Иисус в нашем сердце. Потому что, вы знаете, вот приходит какое-то такое вот тревожное ожидание, когда читаешь слова, обращенные к верующим людям. Эти слова звучат так. Все стою у двери и стучу. Это не к людям этого мира. Это обращено к тем, кто читает Слово Божие, кто знает, кто задумывается о нем. Все стою у двери и стучу. И вдруг оказывается, что эта дверь имеет ручку только с внутренней стороны. И оказывается, надо открыть свое сердце. И оказывается, нужно открыть себя для Бога. И оказывается, нужно все открыть Ему, что в тебе есть. Оказывается, нужно исповедаться. Оказывается, нужно посмотреть, что же ты значишь в этой жизни. Потому что, когда Он приходит, с Ним приходит свет. И ничего темного в том сердце не должно остаться. А если же осталось, то разве будет обитель Бога в нашем сердце? И мы радуемся тому, что Иисус пришел на эту землю. Мы радуемся тому, что Он изменил этот мир. А еще больше мы радуемся тому, что Он изменил нас. Слава Ему! Слава Ему! Потому что без этого, без Его пришествия, без того, чтобы Он пришел в этот мир младенцем, ничего не произошло бы ни в нас, ни в душах наших, ни в сердцах наших. И мы остались бы теми грешниками, которыми были. И ничего бы не пришло в нашу жизнь. И ничего бы не изменилось. И мы не радовались бы этому. Господи, помоги нам! Помоги нам! Увидеть в себе то, что принес Иисус Христос. В наше сердце, в нашу жизнь. В этом есть насущная необходимость, чтобы мы посмотрели, увидели и по-новому оценили то великое, что произошло в тот далекий день. Слава Ему! Давайте сейчас помолимся и поищем в своем сердце то, что не должно там быть. И уберем, и откроем свое сердце. Если написано в Писании, что сестаю у двери и стучу, значит, есть нужда в том, чтобы мы открылись для Него. Слава Богу! Песня. 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 ПЕСНЯ 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 Мир, живущий на земле, Милость без концов. Ангелы мою полу, Слово мне лица. Мир, живущий на земле, Милость без концов. Ангелы мою полу, Слово мне лица. Мир, живущий на земле, Милость без концов. 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 Ангелы боют полу, слава в небесах, И живущим на земле, и возле с конца. Иисус Христос родился, родился земля, Восклицайте Ему горы, реки и моря. Иисус Христос родился, родился земля, Восклицайте Ему горы, реки и моря. Ныне праздник Рождества, славьте Бога, все устали. Ныне праздник Рождества, Господа Креста, Господа Креста. Ныне праздник Рождества, славьте Бога, все устали. Ныне праздник Рождества, Господа Креста, Господа Креста. Рождества, Господа Креста, Господа Креста. Рождества, Господа Креста, Господа Креста. Рождества, Господа Креста, Господа Креста, Господа Креста. Я Мария Мария, хвалить будем моего, Иисуса, Сина Божого. Веселая нам, дови нам породила, Дима свином Марии. Я Мария Мария, веселая нам, дови нам породила, Дима свином Марии. Я Мария Мария. Поздравляю всех с праздником. Пусть Бог благословит нас. Я хотел тоже почитать Слово Божие вам. Тут говорится о рождении Иисуса Христа, как явление света. На эту землю, в этой стране, написанном от феи тени, народ, сидящий во тьме, увидит свет великий. И сидящим в стране, и тени смертной, высиял свет. Слава Богу. Слава Богу. Вы знаете, если мы так смотрим, рассуждаем, то в это царство тьмы пришел свет. Пришел Иисус Христос. То есть, находясь в этой стране, находясь человек, как находился в рабстве этого греха, связанного, не имел никаких шансов и никаких возможностей выйти с этого рабства, освободиться. То есть, все были лишены Славы Божьей. Все согрешили. Для всех была тьма. И мы понимаем, что Христос, Он пришел в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола. Он пришел в эту тьму, чтобы просветить этим светом, светом небесным, свыше. Слава Богу. О чем и говорилось, и об этом рождении свыше. Он просвещает каждого человека. Этот свет приходит в жизнь, он просвещает разум человека, просвещает сердце человека, и у человека открываются глаза. У Ефесянов написано. Это первая глава, 18 стих. И просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его, и какое богатство, славное наследие его для святых. И как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию держало силы его, который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти и силы, господства и всякого имени именуя его не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой церкви, которая истела его полнота, наполняющая все во всем. Слава Богу. Вот то, что сделал Господь и то, что делал Слово Божие, он просветил глаза сердца вашего. То есть открыл глаза, это свет, он приходит свыше, мы видим ту ситуацию, так же, когда это написано в Деяниях, когда Саввел шел с Дамаска. Все мы знаем эту историю, то, что было, и когда он шел в Дамаск и приближался к Дамаску, внезапно сиял свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Саввел, Саввел, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожного. Вот такое явление Божие, вы знаете, я думаю, наверное, каждый из нас ощутил это благословение в свое время, когда Господь пришел в нашу жизнь. И когда просветил очень сердце нашего, и когда просветил жизнь нашу, вы знаете, как свет упал вот в нашу жизнь, и Бог открыл глаза, и мы увидели, в каком состоянии мы живем, в каком положении мы находимся, то есть во тьме. Вот в этом грехе, в том состоянии человека погибающего, и когда открываются глаза, то свет этот открывает этот путь. Почему Слово Божие говорит, и в Псалме написано о том, что «Слово Твое светильник в ноге моей, и свет в стезе моей». Это путь, который Господь указывает человеку, открываются у него глаза, он начинает понимать Слово Божие, открывается этот путь, открывается как идти, почему говорится, что мы ходим по Евангелию, то есть в свете Евангелия, в свете Слова Божия, чтобы нам правильно идти и поступать во всем, и чтобы наша жизнь была во свете Божьем, потому что Иоанна в 3 главе, 20 и 21 стих пишет, «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет свету, чтобы не облегчили дела его, потому что они злые, а поступающий по правде идет свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». «Слава Богу». Поэтому ходящие во свете, это ходящие в Слове Божье, выступающие по Слову Божьему, он говорит, чтобы идти правильно и чтобы идти верно, то это Слово Божье, сам Христос, он должен быть как светильник ноге нашей и светильник нашей, чтобы нам не ходить во тьме, а ходить во свете, не спотыкаясь, потому что когда в свете дня человек ходит, он видит все, когда он ходит во тьме, он спотыкается. И говорится Слово Божье, что люди злые, они не желающие идти к свету, они находятся во тьме, их дела тьмы, поэтому Бог говорит каждому человеку, и Бог призывает каждого человека того, что дает ему возможность прийти к нему, дает возможность задуматься о жизни своей. И вы знаете, хорошее место есть, которое мне нравится, это еще у Иова. Это 33 глава, я прочитаю эти места Писания, 14 стиха, можете, я буду читать выборочно. «Бог говорит однажды, если того не заметят в другой раз». Это то, что Бог посещает человека, вот посещает светом этим, и говорит он в различных обстоятельствах человеку и в различных ситуациях. И дальше пишется, что во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы ответь человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы ответь душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую боль во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и выказывается кости, у которых не было видно. И душа его приближается к могиле и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его. Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости он возвратится к дням юности своей. Будет молиться Богу, и он, милостив к нему с радостью, взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить, грешил я и превращал правду и не воздано мне. И вот дальше пишется, он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Обратите внимание. Вот Господь учит, Он наставляет, Он говорит человеку в различных обстоятельствах, через сон. Многие, наверное, свидетельствовали, говорили, что видели во сне, например, или видели где-то в жизни свою, что Бог посещал им, освобождал их, сохранял им жизнь, как бы показывает ту ситуацию, что жизнь, она, вы знаете, очень такая бывает непостоянная, бывает, что человек и молодой, и умирает, знаете, в различных ситуациях. Но Бог говорит человеку через сон, через различные возможные обстоятельства, чтобы удалить душу человека от могилы, чтобы просветить его этим светом жизни, чтобы человек оставил зло, чтобы человек оставил бы вот такую жизнь греховную, пришел бы к Богу, чтобы получить жизнь вечную. И дальше пишется, Он освободил душу мою от могилы и жизнь мою в виде свет. Вот все это делает Бог два-три раза с человеком. Тридцатый стих. Чтобы отвезть душу его от могилы и просветить его светом живых. Слава Богу. Вот это свет Божий, который является в жизни человека, который наставляет, ведет его, отводит от различных обстоятельств. Конечно, если человек слышит Слово Божие, если человек понимает голос Божий, если он понимает, что это зло, и он отступает от этого, отходит и идет за Богом, Бог открывает ему путь, показывает, как надо жить. Но если человек, вы знаете, он не наставляется и не принимает от Бога, то бывает ситуация такая, что Бог долго терпит, но Он говорит, не вечно Духу быть пренебрегаемым человеком. Поэтому пусть Бог благословит нас всегда, помнить Слово Божие, ходить во свете Божьим. И я хотел еще причитать место Писания. Это Луки, так же мы знаем. Там был Симеон. Тут пишет во второй главе Луки, 25 стиха. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж правильный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господнего. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, подходит его с миром. Ибо видели глаза мои спасение твое, которое ты приготовил при лицах всех народов, свет просвещению язычников, и слава народа твоего Израиля». Иосиф же и мать его удивили сказанное о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Вот лежит этот нападение, и на восстание многих в Израиле, и предмет привлекания, и тебе само оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Слава Богу! За это свет, и Симеон говорит, свет просвещению язычников, свет Божия, Слово Божие, которое пришло к нам. И я хотел вместе с вами помолиться, поблагодарить Бога, пусть Он будет прославлен. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Над страной, где когда-то стоял Вифлее, на востоке увидели Волк, И Мария. И Мария слезу уронила украдка, Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ведь ради нас Ты был распят и вновь воскрес. Ведь ради нас Ты был распят и вновь воскрес. С той поры, то ли в радости, то ли в беде, Имя Божьего Сына у всех на устах. С той поры не встречал я на свете нигде Веры более святой, чем вера в Христа. И свет Его затмил все звезды и мира, Он лишь младенцем был тогда, а стал спасителем. Он землю напоил источником добра, И нам объятия открыл свои обители. И нам объятия открыл свои обители. Слава Господу! Я поздравляю вас всех с этим чудным праздником, пришествием Иисуса Христа на эту землю. Слава нашему Богу! Воплощение Бога в человека! Я хочу прочитать книгу пророка Исаии. Это пророческое слово. Даже сам Иисус, помните, когда Он находился на земле и говорил с учителями, с раввинами, с фарисеями, с книжниками. Он говорит, исследуйте Писание. Вы думаете через них иметь спасение, а они свидетельствуют обо Мне. То есть весь Ветхий Завет... Вчера мы говорили, начиная от Бытия, 3 глава, 15 стих, 1 пророчество о Христе. Весь Ветхий Завет, Он говорит об Иисусе Христе. Слава нашему Господу! И здесь, в 9 главе, мне это место очень нравится. Когда вы будете людям свидетельствовать, говорить со свидетелями Его, очень часто может у вас быть такой диалог. Вы это место можете использовать. Знаете, оно очень сильно в том плане, что им уже нечего отвечать, когда, например, я с ними говорю. Здесь написано так. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на рамени Его и нарекут имя Ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в Царстве Его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа заделает это. Слава Иисусу! Здесь таким сильным пророческим словом через пророка Исаия говорится о тех событиях, которые должны были произойти спустя приблизительно 700-650 лет. Вы представляете, друзья мои, насколько вперед через Исаию и так четко все было сказано. Вообще в книге пророка Исаии очень много пророчеств об Иисусе Христе. Это пророчество одно из самых сильных. Почему я упомянул со свидетелями Еговой, друзья мои, здесь, говоря о Сыне, Исаия говорит, Бог крепкий, слава нашему Богу, потому что они Иисуса Христа признают как Сына Божьего, но не признают Его божественную природу, Его божество. Здесь написано черным по белому, Бог крепкий, наш Иисус, Бог крепкий, слава нашему Богу. Друзья мои, и здесь сразу столько имен дано Иисусу Христу, и каждое имя – это его грань, его служение, грань его характера, грань его внутренности. Я хотел бы обратить внимание, чудный, буду коротко говорить, потому что после меня еще будут говорить, дадут ему имя чудный. А в чем такое чудное имя Иисус? Иисус – это не одно, не только имя Иисуса Христа. Мы в Библии знаем несколько личностей по имени Иисус. Сегодня это обычное еврейское имя. Но почему через пророка Исаия, говорится, дадут ему имя чудный? Давайте зададим себе вопрос. Рождение Иисуса Христа, оно чем-то отличалось от рождения других детей на протяжении шести тысяч лет? Как вы думаете? Или подобным образом рождались еще какие-то личности на этой земле? Нет, только Иисус Христос родился через Марию от Духа Святого. Слава Богу! То, что Исаия сказал, дадут ему имя, нарекут ему имя чудный. В этом чудность этого младенца. Чудность этого младенца в том, что то, что он должен был сделать и то, что было спланировано Богом, а уже Новый Завет говорит, что он огнец Божий, предназначенный на заклоне прежде сотворения этого мира. В этом чудность нашего Бога. Слава Ему! Дальше здесь написано советник. У нас хорошие советники, у наших детей родители, да? Правда, они часто пренебрегают советом родителей, а потом об этом жалеют. Дети часто говорят, папа, откуда ты все знаешь наперед? Почему, когда ты говоришь, так все и происходит? Потому что мы сами были детьми, и мы сами, друзья мои, сегодня видим, что то, что мы говорим, или то, что нам говорили родители, все оно так точно и сбылось. Правда? Но есть другой советник. Если мы еще с вами можем ошибаться в каких-то советах, то есть советник, который никогда не ошибается. Это Иисус Христос. Его советы самые чудные. Но знаете, в чем теперь проблема? А как услышать этот совет? Вот мне нужен, у меня вопрос. Никто на него не может ответить. Какая-то проблема в моей жизни. Кто мне поможет? Мы даже, мы не очень часто поем этот псалом, он есть у нас в сборнике. Если пришла беда, кто нам, скажите, поможет? Мне эти слова очень нравятся, знаете. Если пришла беда, кто нам поможет? Если в твоей моей жизни проблема, кто тебе даст совет? Иисус Христос, так написано, Ему имя советник. Ему имя советник. А как услышать этот совет? И, друзья мои, есть несколько источников. Бог может к вам проговорить через братьев. Бог может проговорить через маленького мальчика, здесь, когда он стихотворение говорит. Почему Писание предупреждает нас, когда идешь в Дом Божий, будь готов более всего к слушанию. Друзья мои, они иногда такую истину нам говорят, или в песнопении, только мы не способны услышать. Бог может через служителей, Бог может и говорить через слово. А еще, друзья мои, Бог говорит в молитве, на коленях, в потаенной комнате. Он вам может дать хороший совет. Дальше здесь Исайя говорит, Бог крепкий. Я уже сказал, друзья мои, Он Бог. Иисус Христос, Он Сын Божий. Он Бог. Сын Божий не может быть не Богом, потому что это три личности в одной личности. Все они названы Богом. Отец, Сын и Дух Святый. У нас не три Бога. Бог у нас один, но Он в трех личностях. Слава нашему Господу. Дальше Исайя говорит, Отец Вечности. Потому что вечность, она произошла от Иисуса Христа. Когда Иисус Христос творил всю эту вселенную, все дышащее и не дышащее, видимое и невидимое, его цель была вечность. Но человек потерял эту вечность, потому что дьявол обольстил Еву, обольстил Адама, и через них грех вошел в этот мир. Но он опять, друзья мои, смотрите, что он делает. Он опять приходит на эту землю, отдает себя в жертву. С какой целью? Чтобы эту вечность приобрести для нас. Слава нашему Богу. Друзья мои, его цель пришествия, и сегодня мы празднуем этот день. И он важен для нас, потому что он для нас пришел. Если так задуматься, оно ему надо было. Друзья мои, оно ему надо было идти на Голгофу, перетерпеть эти страдания, бичевания. Он обнищал ради нас, оставил славу неба. Аллилуйя! И спустился на эту землю для тебя и для меня, чтобы сегодня осчастливить каждого из нас. Слава нашему Господу! Он Отец Вечности и Князь Мира. Здесь немножко можно смутиться от этого слова, правда? Сам Иисус неоднократно говорит, вот идет за мной Князь Мира сего и говорит о дьяволе. А здесь Князь Мира Иисус Христос. Кто же Князь Мира? Какого мира? Мир, слово, оно имеет несколько значений. И в том, и в другом случае Иисус говорит об одном мире. И название Князь, тоже один Князь. Друзья мои, Иисус однажды одержал победу, когда, о, дьявол с неба был низвержен в поднебесе. В Слове Божьем написано, о Денице, Сыне Зари, ты обитал на вершине горы среди огнистых камней. Сам был, там такое описание идет, что сам ты сверкал, сиял. Вы представляете, какое имя ему дано было? Деница, Сын Зари, что-то осеняющее, Серафим осеняющее, присутствие Божие, слава Божья, доколе в тебе не нашлось беззакония. И он был низвержен в поднебесе. Одна победа, когда он был низвержен с присутствием Божьего. Другая победа, это на Голгофском кресте, Слово Божие нам говорит, что он, то есть Иисус Христос, лишил его, то есть князя мира сего, дьявола, лишил его силы и власти. Слава нашему Богу! Он не имеет над нами власть, Он не имеет над нами силу, потому что мы рождены от Бога. И рожденный от Бога не грешит, и лукавый к Нему не прикасается. Но впереди еще одна победа, друзья мои, окончательная. Это когда он будет низвержен в озеро Огненное, и наступит тысячелетнее царство. Царство Иисуса Христа. Слава нашему Богу! Победа за Христом! А раз за Христом, значит, за церковью. И вы знаете, я с нетерпением жду этого дня, этого часа, когда он будет уже низвержен, не будет сбивать молодежь, не будет сбивать людей мира сего, не будет обольщать избранных, друзья мои. Мы знаем, что победа будет. Слава нашему Богу! И здесь, дальше я прочитаю еще раз, умножению владычества его, и мира нет предела. И обратите внимание, на престоле Давида и в царстве его. Интересно, почему такое ударение или такой акцент сделан на царя Давида? Скажите, пожалуйста, как много или как мало царей израильских, которые были подобны Давиду? Я бы даже дерзнул бы, сказал бы, даже лучше, чем Давид. Мы знаем историю израильских и иудейских царей, правда? Вы бы могли назвать кого-то из царей, который был лучше, чем Давид? Вы знаете, я бы, например, Иосифу бы вспомнил. Как вы думаете? Такие реформы сделал, да? Давайте даже я вам больше скажу, друзья мои. А кто-нибудь согрешил так, как сделал это Давид? Ну, да, была в его жизни такая темная, неприятная страница, да? Но почему Давид? А ни Иосия, ни Езекия, ни Соломон, ни другие какие-то цари, но почему-то Бог все время говорит сын Давида? Вы знаете, друзья мои, часто говорят так, Давид умел каяться. Не надо было грешить и не надо было бы каяться. Это не пример, друзья мои. Пример кроется в нечто другом. Так как умел славить Бога, царь Давид, ни один из царей не умел этого делать. Тысячи псалмов написал Давид от юности своей. Он когда пастухом работал, знаете, он не смотрел на деревья, на небо, не лазил по фруктовым деревьям, не играл на свиреле, от нечего делать. Но с юности своей он брал арфу в руки и слагал песни, песни, словословия Богу. А когда в один прекрасный момент у царя Саула были проблемы, пал такую депрессию, в такое положение, что злые бесовские духи не давали покоя, то приглашали этого пастуха. И когда он брал арфу в руки, делал свои первые аккорды, друзья мои, из его уст, из его сердца выходили слова, словословия Богу Израилеву, то бесы оставляли. Написано, злые духи уходили от Саула и ему становилось отраднее. Вы знаете, в этом кроется секрет, определенный ключ в наших молитвах, друзья мои. Дорогие мои братья и сестры, я хочу спросить вас, но вы сами ответите себе. Когда мы становимся на колени в молитве, сколько процентов от молитвы занимает изложение наших нужд и проблем. 50 на 50? 80? 90? Может быть, да? Одним словом можно сказать больше, чем славословие. Правда? Давайте будем искренними. Я это тоже в этом страдаю. Но, друзья мои, когда мы славим Бога, когда мы восхваляем Его большую часть нашей молитвы, а еще лучше всю нашу жизнь, друзья мои, то они уходят. Они бессильны. И в этом царь Давид был примером во всем. Потому, вы обратите внимание, до нас дошли только 150 псалмов. Давид написал около 3000 псалмов. Друзья мои, но этого уже достаточно видеть, как словословил царь Израиля, юный пастушок своего Бога. А когда на его голову положили корону израильского государства, то что делает Давид? В одном из псалмов он говорит так. Не я царь. Нет, Господи, Ты царь Израиля. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Потому, друзья мои, умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Ему, и Его. Потому, что Он славословил своего Бога. Давайте мы научимся славить Бога в песнопениях, в молитвах, в личной жизни. И вы увидите перемены, которые будут происходить в наших сердцах, в нашей жизни и в наших семьях. Аминь. Настал день торжества. Ждали мы 25-го числа и наступил этот солнечный почти весенний день. Некоторые посчитали и посмотрели, что в Латвии распустилась верба. Почти как на Пасху. Такая погода. Но вместе с тем вы заметите, что с завтрашнего дня начнется день увеличиваться. А вот 22-го по 25-е число это самый короткий день и самая длинная ночь. И интересно, как раз в это время установлен праздник Рождества. Рождества. Потому что с этого праздника, с этого события изменилось все на этой земле. Христианство. Христианство взяло начало свое от нашего дорогого Учителя. Когда Бог стал человеком. В Библии написано, когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына. Во всех планах, во всех вопросах мы понимаем, что у Бога было свое время. И это время наступило. И когда Христос начал проповедовать, написано, исполнилось время. И Он говорит, чтобы это и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Но вот наступило время, пришла полнота времени. Знаете, как удивительно, когда мы смотрим на историю человечества, на историю вообще всего мироздания, и что было в дни нашего Господа, то это было, наверное, самая густая ночь. И слово нам говорит, я бы хотел отметить, здесь, в той стране, были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Знаете, вот это первое богослужение рождественское. Мы почти подошли к 2014 году, и с того момента, когда мы познали Господа, уверовали, каждое Рождество для нас является очень знаменательным, замечательным, благословенным, радостным, торжественным, и я думаю, что больше и больше ценностей для нас оно обретает. Но здесь я хотел бы отметить. Смотрите, здесь именно когда проходило это богослужение, когда оно проходило? Оно проходило в ночное время. Раньше в Дни Гонений мы тоже были не раз собраны и собирались ночью. Но это собрание было, первое богослужение было именно устроено самим Господа. И в нем участвовали люди, ангелы и хор небесный. Смотрите, здесь, что такое, здесь говорится, первое, что я здесь отмечаю, что это было тогда, когда пришла полнота времени. И это было ночью. Если так посмотреть, что я еще раз отмечаю, что это была самая густая и самая мрачная ночь. Самая мрачная ночь. Я попрошу сейчас деточек, кто плачет, у нас есть комната специальная, можете пройти туда, так, чтобы не отвлекать других. У нас есть соответствующий порядок, если наши детки, чтобы другим не мешали. Хотя мы понимаем, что Рождество это праздник детский, и дети наши это наше благословение. Но мы их учим, воспитываем и наставляем, чтобы они уже имели также благословение для всех окружающих. И вот здесь, смотрите, ночью праздник начался с этого благословенного собрания. И здесь мы видим ангелы, первая проповедь. Ангел предстал и сказал им такое слово, и он начинает проповедовать. Первая проповедь на первом богослужении, на первом собрании был проповедник ангел, и он сказал, не бойтесь, не бойтесь. Пастухи, конечно, пришли в страх. А им было страшно. Три ночи, они мирно беседовали, мы слышали, почему пастухам явился, потому что это люди простые, люди, которые содержали ночную стражу, и они действительно испугались. Они но ангел сказал им, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. И потом он возвещает, что произошло, ныне, ибо ныне родился вам в городе Давидово Спаситель, который есть Христос Господь. И здесь мы отмечаем такое слово, после этого является хор и песнопение. Мы понимаем, что хотя они взывали, но я верю, что это было песнопение, потому что так проходит и наше собрание. Есть проповедь, есть песнопение, и конечно здесь мы не видим молитвы, но это было торжество всех, кто участвовал в этом чудном событии, потому они не могли трепетать и не могли просто умолчать пастухи, которые услышали эту весть. и Слово Божье нам говорит, и когда внезапно возвещал ангел, а внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. О, если бы у нас сегодня так было, внезапно ангелы сошли, но я хочу сказать, сегодня хор пел как ангелы. Слава Богу нашему. Господь эту хвалу передал людям, Господь это словословие передал нам к этому событию прихода Мессии, Сына Благословенного. Не было безразлично небо. Послал Господь своего ангела и дал повеление, скажи, кому сказать, Ироду? Нет. Пересвященникам и книжникам тоже нет. Кому же? Пастухам. А почему только пастухам? Они способны было принять. Они способны, они ожидали, и они способны были так же и передать. И я думаю, что когда Лука записывал эти слова, то он нашел этих пастухов. И они, наверное, наперебой рассказывали, мы там находились и беседовали. И может, они беседовали о том, когда придет Мессия. И вот наступил этот момент, и говорит, и для нас это, и представьте себе, как рассказывали наперебой, если там было два или три, пастуха, которых нашел Лука. И они рассказали абсолютно все то, что записал он и осталось нам на страницах Священного Писания. Это как телеграммный текст, но очень емкий, красочный, благословенный. И мы понимаем, что пришла эта полнота времени, Бог посылал своего сына, послал своего сына, и он, Слово Божье нам говорит, пришел и стал человеком, и победу стал как человек. Бог, написано, тайна благочестия, великое благочестие тайны, Бог явился во плоти, пришла полнота времени. Вы знаете, это действительно, посмотрите, управляет для того, чтобы совершилось это богослужение, и наступила эта ночь, и Бог запланировал, что это будет ночь на полях вифлеемских, там, где собраны будут пастухи, Бог знал это. И вот Он направляет туда пастухов, а в хлев направляет Марию, и там рождается младенец, потому что не было места в гостинице. Кто дает приказание, чтобы все пошли, каждый к своему месту? Бог употребляет для этого, написано, августа. Он дал повеление сделать перепись по всей земле. О чудный Господь, и в сердце царя в руке Господа. Он дает и сдает приказание всем направиться к своей земле, каждый к своему народу. И, конечно же, мы понимаем, почему сделал Он это? Потому что Бог ему повелел. Ради чего? Ради того, чтобы исполнилось Писание. Вот не будь вот этого указа, нужна ли эта перепись? Но Господь сказал, что в переписи народов будет написан, такой-то родился там, и сам Всевышний избрал его и пребывает в нем. Поэтому мы видим, что Бог управлял этим собранием, Он управлял и направил Марию в Вифлеем, и они там находились в этом холеву, находились и положили младенца в ясли, а пастухи на поле были участниками богослужения. Это было торжественное богослужение, и оно, это было начало Рождества, начало торжества, начало благословенного прихода Сына Божьего, и Он стал человеком, и по виду стал, как написано, как человек, и эта благодать обитала с нами полная истина. И здесь я отмечаю слова ангелов или песнопения, и они возвещали славы Вышних Богу на земле мир, человек как благоволение. В этой песне, знаете, дорогие братья и сестры, всегда прислушайтесь к песням. К словам песней. Некоторые песни мы иногда хотим подправить немножко, потому что не всегда там смысл бывает евангельский, потому что люди составляют, а если уже под вдохновением, под помазанием Духа Святого, то там все есть идеально. И мелодия, и слова, а вот в тех словах, которые сказали и возвестили ангелы, это было повеление от Бога, участвовал здесь Дух Святой. Слава Вышних Богу, на земле мир, человеках благоволения. Это очень великая проповедь в этих словах, что для человека открыта дверь ко спасению, и Сын Божий, младенец, стал именно тем примирителем, потому что о нем еще говорится, что он явится как примиритель народов, всех людей, живущих на этой земле и возвестили об этом ангелы Божьи, и мы с Вами это приняли, и мы продолжаем восхвалять нашего Спасителя и Господа. И мы сегодня смотрим глобально, можно сказать, сквозь призму вот этих уже тысячелетий. Мы вступаем, я уже говорил, 2014 год, это совсем будет, остается тут несколько дней, и мы уже накануне или на пороге Нового Года, но я хотел бы отметить, что мы как христиане, дети Божьи, уверовавшие в наше Господа, очень ценим Его приход, ценим Его рождение и говорим, и видим, что в Нем, начиная от яслей до Креста, это осуществление Божьего плана спасения в этой личности, потому что Бог многократно и многообразно говорил к людям, а теперь пришел с небес, Бог явился во плоти и возвестил волю Божью людям, а потом стал жертвою за человека, вместо нас понес эти мучения, понес наши грехи и наши беззакония, наказание мира нашего было на Нем, и Слово нам говорит, что ранами Его мы исцелили. Дорогие, вот когда мы смотрим на путь нашего Господа, начиная от яслей до Голгофы, важно отметить, что Он является не просто нашим Спасителем, но Он является и нашим Господом. Следование за Ним, мы слышали сегодня, Он пришел, чтобы нас с вами возвести на небеса, но это не только так, что ты пришел, уверовал, покаялся однажды когда-то, ну, я покаялся и теперь спокоен, я когда-то выходил на покаяние, знаете, этого недостаточно. Покаяться это значит, ну, признать, что я грешник, но ты можешь так и остаться грешником, а Христос пошел дальше. наше спасение предполагает признать нашего Господа Иисуса Христа нашего Спасителя нашим Господом, нашим вождем и за Ним последовать. Это послушание Его Слову, это внимать Его голосу, это не отойти от Него. И Давид говорит, что я всегда видел пред Собою Господа, и Он одесну меня. Церковь дорогая, братья и сестры, как много сегодня вот таких праздничных огней. Рождество, везде звучит музыка, это хорошо, это лучше, чем было когда-то большевистское. Но, знаете, сердца людей далеки от Бога. Но я приглашаю, чтобы мы все настолько приблизились и нашего Господа в нашем сердце прославили, сделали в нашем сердце это собрание, это хвалу, это торжество, которое от Господа приходит в нашу жизнь. И еще раз посмотрели на протяжении последнего года, от прошлого Рождества до сегодняшнего Рождества, был ли Он моим Господом, любил ли я Его наставления, ходил ли я с моим Богом, или я ходил по своим путям, я могу исповедовать Бога моего только устами, мое сердце далеко от меня. Что это значит? Когда свободное время, вот когда свободное время, о чем ты думаешь? Интересует ли тебя Библия? Интересует ли тебя собрание святых? Если тебя не интересует, не думай о том, что ты спасенный человек, и ты будешь иметь вечную жизнь. Господь возьмет на небеса тех людей, которые за Ним следуют, людей, для которых Он стал Господом, Он младенец, и некоторые так представляют, Он маленький, малюточка, безобидный, но ведь Он царь, царей, аллилуйя, Он Господь господствующий, и написано, и ты поклонись Ему, и ты повинуйся Ему, повиновение вождю нашего спасения, повиновение того, кто пришел с небес, Он стал человеком, Он воплотился, Он стал мужем совершенным, в 30 лет Он вышел на служение, и Он сказал, следуй за мною, это единственное условие для того, чтобы тебе быть употребляемым Богом, для того, чтобы тебе вместе с Ним восхищенным быть на небеса, вместе с Ним царствовать и славить Господа. Но если ты услышал однажды, много было учеников у Иисуса, много было учеников, но они Его оставляли, им было неудобно следовать за Ним, смеялись, издевались, может быть, как-то уничижали, и они были просто придавлены тем, что мир этот говорит, и, может быть, фарисеи и книжники как мыслят, и они к ним снова склонялись. Итак, христиане, дорогие христиане 21 века, мы все с вами, сегодня мы признаем, что Он Царь Вселенной, нарекут Ему, мы слышали имя, и перед нами этот текст, вот, и он для нас очень важен, и самое важное, давайте мы проверим в конце нашего собрания, насколько я близок к моему Господу, в разуме моем находится ли Он, заботчись ли о том, чтобы мне в разуме иметь Христа рожденного, прославленного, воскресшего, а вначале умершего и воскресшего, ценю ли я этим всем, слушаю ли я голос моего доброго пастыря, потому что написано, овцы мои слушают голос пастыря, идут за мной, не давайте, не дайте убаюкать голосу врага, голосу, может быть, ну, такого успокаивающего ваше сердце, что я вот христианин, принял водное крещение, может быть, когда-то покаялся и все на этом, нет, это только начало, а наше следование, видеть его перед собою, побеждать, любить людей, любить врагов, следовать по его стопам, благословлять имя Господне, всегда вникать в его слово, возрастать в познание истины, это твой удел, это удел всех рожденных свыше, это удел всех, кто последовал за ним, давайте мы еще раз пересмотрим и пусть это Рождество как бы вдохновит нас на следование за нашим добрым, любящим Господом и Спасителем, это приведет тебя в славу, это приведет тебя в Царствие Божие, это откроет право и возможность тебе войти дверями, свободный вход в небесное Царство, и я еще раз отмечаю наш праздник, Рождество нашего Господа, воплощение Бога, Бог стал человеком, это собрание вдохновляет нас участвовать во всем том, что наш Господь приглашает нас сделать на этой земле, а прежде всего любить Его, иметь Его разуми, слушать Его голос, никогда от Него не отстать, чтобы между нами и нашим Господом никто не стал преградою, и мы действительно были приняты в славу, и наша радость, спасение, и торжество, которое дает нам Господь, оно будет наполнять наше сердце. Сейчас я еще хотел бы сказать для людей, которые посетили нас, гости, мы благодарим Бога, что вас Господь любит, и Он вас сюда позвал, возвещать Христову великую радость, которую Он принес для всех людей, мы сегодня тоже вам возвещаем, мы вошли в эту радость, а если вы радости не имеете, вы знаете, что вас с Богом вашим разделяет грех, а грех это человеческое, бунтарское отношение к Богу, это своеволие, это отход от своего Спасителя и Господа, и только сам Бог может простить при нашем и в вашем глубоком признании, Господи, я грешник, но я знаю, что ты великий Спаситель, и я нуждаюсь в твоем прощении и твоей милости, и хочу, чтобы ты сегодня меня омыл, очистил, и я хочу быть в числе твоих детей, я хочу от сегодняшнего дня, чтобы Рождество было для меня настоящим праздником, настоящую победу, следованием за моим Господом и Спасителем, началом этого пути. Пусть Бог благословит всех вас, не уходите домой, домой с тяжелым сердцем, нераскаянным сердцем, сердцем, еще наполненным грехом, наполненным несвободою. Все мы нуждались и снова нуждаемся в Божьей благодати, и я помню, как я первый раз пришел к ногам моего Господа в глубоком покаянии, это была большая радость для моего сердца, и я с этого момента всегда прославляю моего Господа и хочу больше и больше Его любить. Если в твоем сердце сегодня Дух Святой зовет тебя, покайся, обратись к Господу, взыщи Его всем сердцем своим, может быть, ты охладел твоей любви, твоем служении, ты остановился где-то на одном из путей, на одном из поворотов, потерял Иисуса из вида, и говоришь, Господи, где ты? Ты представляешь Его младенцем, ты там находишься, а Он вырос, а Он пошел на крест, и Он зовет за собою, то сегодня ты можешь Его найти. Взыщи Его всем сердцем своим. И вот когда у нас будет сейчас пение, вы можете сюда прийти и обратиться к Господу и сказать, Боже, я нуждаюсь в прощении, в милости, в покаянии, прости меня, очисти мое сердце, войди в мою жизнь, и пусть это будет настоящим Рождеством, праздником, торжеством, свободою, великим благословением для твоей судьбы, для твоей жизни и для твоей будущности. Давай. Продолжение следует...